всем привет привет ты зашел сегодня ко мне на канал гостях у павловны ну что надо что-то стряпать сегодня к чаю потому что нет ничего магазин я покупала вчера два рогалика слоеных таких два рогалика что думаю чаю ничего нет чтобы не стряпать ничего но пришлось есть самой внук не захотел поэтому вот утром позавтракала с этим рогаликом до вечера чай попила свое то домашнее лучшие с сегодня буду стряпать вот такие пончики на сгущенки это тоже рецепты старой тетради от уже эта записулька она уже годами пожелтела уже какие-то капли все что я взяла нужно банка сгущенки 4 яйца мука грамм 600 у меня я просела сейчас ее приготовила посмотрю сколько получится сколько возьмет себя тесто немножко возьму пол чайной ложечки соли и загашу пол чайной ложки соды питьевой сейчас начинаю яйцо взбивать яйцо вот у меня вот вот опять скажут вот посмотрите две вот таких банки сгущенки одна обе оказались открыты но вы же знаете что мы живем и в деревне летом и внук здесь у нас вот он открыл сколько взял уже стало подсыхать а это тоже я в деревне открывала кофе пила люблю с молоком такого молока не было пришлось открыть баночку ну муж не ест пришлось сюда бы забрать и жалко что продукты то пропадают поэтому я вот сейчас вот это где засохло конечно же я пожертвую им а остальное это все вылью и соединю чтобы как говорится не пропало ничего и все в дело и молодые хозяйки как бы тоже застряю на этом внимание ну все можно в дело ведь это продукты и деньги плачены так если значит я размешала сейчас сгущенкой буду заниматься вот верхний слой за 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 сахарившегося сгущенного молока я убрала а это сейчас сюда можно было конечно и тут наверное разбить эти не буду уже заниматься что тут две столовых ложки вот так вот и получается потому что живем на два дома майонез туда надо майонез сюда надо да вообще ну как продукты сейчас муж там работает тоже с собой ему надо я понимаю же все и как говорится и здесь мы с максимкой так ну вот сейчас эту еще баночку сюда все хорошенько размешаю и буду добавлять соду загашу загасила соду соль уже высыпала сюда и гашеную соду в эту смесь я почему-то посчитала что загасить нужно и буду потихоньку муку добавлять сразу все не буду а буду постепенно размешивать если должно быть мягким получится хорошим таким эластичным жарить буду я на растительном масле и конечно же добавлю для экономии растительного масла свой топленый жир ну не мой конечно куриный топленый жир добавлю какую-то часть продолжаю замешивать тесто потом скажу сколько уйдет муки вот у меня получилось вот такое тесто мягонько но к рукам не липнет мягкое тесто ну вот я 600 грамм взвешивала муки было осталось ну может грамм 50 70 осталось сейчас разделю это тесто и буду и буду раскатывать такие жгутики колбаску и крутить пончики буду небольшие потому что как говорится из опыта я знаю что крупные не пропали не прожариваются не пропекаются поэтому я буду небольшие я сейчас все раскатаю приготовлю эти пончики потому что потом когда начну и жарить выпекать то некогда будет их формовать поэтому сейчас сразу буду раскатывать и делать такие шарики катать так ну вот сколько я этих пончиков наготовила сейчас буду ставить сковороду на газ уже добавила жир налью растительного масла и на плиту и буду жарить быстренько жарятся мои пончики сейчас оттаскивать буду на бумажную салфеточку что напекла я дорогие мои вот такую вкуснятину я не знаю стряпает сейчас это не стряпают такие пончики но мы раньше чистенько стряпали вы же видите ничего тут мудреного ничего сложного такая вкуснятина сейчас я вам покажу один смотрите все пропеклось очень вкусно и к чаю вот дня два то наверно нам точно с максимкой хватит посмотрите какая вкуснятина а сейчас говорю всем пока заходите ко мне на канал подписывайтесь ставьте лайки я всем гостям рада спасибо